Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Ближайшие 30 минут – рассказ о событиях Бреста, подготовленный корреспондентами нашего канала. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. В студии Ирина Кузьмич. Главные темы выпуска. О аккумуляторном заводе и референдуме, о выборах президента и перспективах развития Бреста, о создании личного телеграм-канала, о коронавирусе через призму личного знакомства с ним. Мэр города Александр Рогачук провел пресс-конференцию для журналистов и блогеров. Подготовка к зиме котельного хозяйства, реновации канализационной системы на улице Карла Маркса наведения порядка во дворах. Брест начинает возвращаться к привычному ритму жизни. Начинаем зарабатывать, продавая и покупая акции, облигации и векселя. Специалисты предприятия межрегионального депозитарного клирингового центра рассказывают, как могут и как должны работать ценные бумаги. В эфире «Итоги недели». Мы начинаем. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук провел встречу после долгого перерыва обусловленного эпидситуации с журналистами региональных средств массовой информации и блогерами. Вопросов и ответов, откровенных и открытых, было много. Журналистам не хватало такого общения. Последнее время информационных поводов было не так уж и много. С главными тезисами брифинга мы вас знакомили. Сегодня практически полная его версия. При готовлении к пресс-конференции заканчивается. Уточняются списки журналистов. Камеры готовы, микрофоны, диктофоны включены. Журналисты в ожидании. Руководитель города Александр Рогачук также в полный боевой. Настроен доброжелательно. Сразу акцентирует. Встреча обоснована. Готов ответить на все вопросы. Рассказать о нынешней ситуации в городе. Первое включение – выборы президента Беларуси. По выборной кампании идет достаточно серьезная, напряженная ситуация. В целом в городе Брест она абсолютно управляемая. Я ее так, по крайней мере, хартизую. Много источников информации в современном мире. И чтобы быть так сказать в теме, Александр Рогачук создал личный телеграм-канал, о котором и сообщил журналистам. Телеграм-канал будет называться «Александр Рогачук». Но он, конечно, будет позиционировать прежде всего мою деятельность как председателя горысполкома. Я постараюсь его наполнить соответствующим контентом, интересным для вас, как информационные поводы. И все-таки давать какую-то люфтовую информацию, которая не входит в официальное клише, но вы как специалисты понимаете, но которая, в принципе, достаточно интересна. Интересна для всех и для читателей, а для вас она станет хорошим информационным поводом. Поэтому это будет правильно. Я вот сейчас уже первое свое вступительное слово написал, я его размещаю сейчас. Оп! Видите, я уже освоил. Освоил. Моя задача – выйти на многотысячных подписчиков телеграм-канала, не дублируя ни один из информационных ресурсов, которые есть в интернет-пространстве нашего города. Реально много интересных таких иногда событий. Хочется что-то показать, объяснить, но он не вписывается ни в статус официального издания, ни уж тем более сайта горе-исполкома. Помогать мне будут наши уважаемые работники, темы, но все, что там будет написано, я вам заявляю, это написано будет согласовано, отредактировано, написано мной. Это я вам обещаю. То есть можете спокойно ссылаться на эту информацию. Именно в телеграм-канале мэр рассказал Брещанам, каким будет в этом году День города. Повторил журналистам. Мы в этом году День города проводить не будем в Бресте. Не будем проводить. И объясняется это очень просто. Мы задали высокую планку тысячелетия. Мы определили какие-то жанры массовых мероприятий, как успешно себя опробированы в нашем городе. И проводить это ради галочки совсем неправильно. А с учетом эпидемиологической этой обстановки, наверное, ерунда получится. Если мы на грибном канале соберем тысячи молодых людей и привезем туда океанальзы, которые я обещаю, уже не первый год, наверное, потом я получу больше негативной реакции, если не дай бог что-то там... Это же жизнь такая. Поэтому в этом году мы проводить не будем. Мы проведем мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения нашего города. Мы проведем именно их в день 28 июля, 8 июля. И в парке в субботу проведем концерт. Такой, в более легком формате. В более легком формате я считаю свое решение абсолютно правильным. О ситуации с пандемией. Александр Рогачук рассказал, какова она на текущий момент, и о том, что переборел сам это к тому, чтобы не было досужих разговоров. Но сейчас абсолютно здоров. Максимальное количество госпитализированных за сутки было. Это в Бресте был рекорд. Это было 186 человек. Сейчас у нас ситуация выравнивается. И всего в Бресте на данный момент 531 человек госпитализированы с диагнозом пневмонии. Много это или мало, если учесть, что максимальное количество лежащих еще вот 2 недели назад было тысяча... Ну, почти 1300 человек. 1300 человек. Это, конечно, достаточно. Но тенденция устойчивая, никаких вопросов сейчас пока нет. Тема, которая волнует многих жителей города – аккумуляторный завод. Проведение городского референдума, где каждый сможет выразить свою позицию, быть ему или не быть. Александр Рогачук четко обозначил свою позицию. Он за референдум. Озвучил и цифру, в которой обойдется референдум. 320 тысяч белорусских рублей. Это 4 машины скорой помощи. И тот факт, что после встречи с противниками аккумуляторного завода до сих пор не заявлена инициативная группа по сбору подписей, немножко настораживает. Чем больше вникаешь в эту тему и слушаешь разные стороны, тем больше видишь грани этой проблемы, которую можно и решить, а можно сделать заведомо нерешаемой. У меня состоялась встреча и с лидером активистов, я официально говорю, как оно есть, который мне озвучил 12 основных посылов их инициативной группы противникам аккумуляторного завода, которые, ну, против завода. Я пригласил сюда все-таки и инвестора, и главного проектировщика во второй редакции аккумуляторного завода. И у меня состоялась вместе с заместительным представителем областполкома встреча. У них в кабинете с ними в течение двух с половиной часов мы обсуждали эту тему. Я услышал очень интересную контраргументацию, то есть их мнение, почему. И вот сейчас моя мечта каким-то образом попробовать все-таки формат, пусть может быть не форматируемый, да, или как бы сказать, не гармонизирующий друг с другом, свести вот в этом зале. Я буду с ними дальше вести, как говорится, работу, чтобы они приехали сюда и встретились вот просто при всех. И чтобы любой вопрос можно было задать. И вы вот вспомните мои эмоции, что если с той стороны будет убедительная аргументация, а я ее услышал, очень убедительная аргументация, что не так все очевидно будет казаться, как сейчас очевидно некоторым в городе Бресте. Поэтому диалог разных мнений – это неотъемлемая часть вообще решения любой проблемы. Референдум, если он будет, пусть он будет, да, я в нем очень заинтересован. Это же практика местного, а потом мэра начнем избирать. Представляете? Городская застройка. Как будет развиваться город? Какими где будет строительство? Вопросов было много. Это и настоящее будущее Прибургского квартала, набережной, детских садов и жилищного фонда. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Озвучим самое важное. Объявили Юго-Запад первое сейчас общественное обсуждение. Выйдем, по крайней мере, на какой-то проект. Там тоже интересно. На Рябцево в этом году два дома уже будет заложены. И больше в Бресте строится особо негде. Особо то негде. На Рябцево в этом году войдем. А? На Рябцево в этом году войдем. То есть в Бресте еще есть. Строится на ближайшие 5-7 лет. Я имею в виду многотажное жилье. Все остальное идет очень сложно. И будем думать дальше. Про Южный обход. Тема эта очень интересная и очень нужная. То есть что обозначить словом Южный обход? Если это метафора применительно к общей гипотической теме объезда города с юга. Это одна тема. Если это отдельный объект. А я думаю, что это надо делать так. Это надо будет так и позиционировать. Но варианта четыре. Три очень убедительных. Четыре. А четвертый романтический такой, который дороже западного обхода. Они все есть. И они все в генплане. Все трассировочки. Все это все пробито. Точно так же как сейчас. И оно уже прямо на глазах. То, что вот это Ковельское шоссе. Меняет свое по сути дела полностью трассировочку. Вы скоро не узнаете, кто там не был в юго-западе пятом. Вы туда подъедете, посмотрите. Там город меняется полностью по-другому. И Ковельская дорога на Украину будет выходить на Большое кольцо. Вот на это Большое кольцо оно будет очень так интересно. Очень правильно сделано. Два часа открытого общения не прошли бесследно. У журналистов появилось много поводов для статей и сюжетов. Оптимизма добавили и заключительные слова Александра Рогачука. Вы должны четко понять, что кураж мы не теряем. Что в отношении развития города со всеми рисками мы не остановимся. Где-то, конечно, вынуждены притормозить. Потому что, повторюсь, пополнение бюджета оставляет желать лучшего. Все остальные новости в телеграм-канале. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Брест оживает после пандемии COVID-19. Это видно невооруженным глазом. Коронавирус отступает. Медленно, но заболевших становится меньше. Постепенно городские власти снимают ограничения. Возобновляется работа предприятий, организаций, объектов торговли. Настраивается на прежний лад и работа служб ЖКХ. Конечно, о полной победе над болезнью пока говорить рано. Но первые шаги к возвращению в прежний ритм жизни налицо. Информационный пульс города уже налажен хорошо. Новостей все больше, в том числе в области жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты Брестского котельного хозяйства и предприятия «Брест-Водоканал» в работу окунулись на 100%. Не отстают и обычные жители, которым не безразлична судьба родного города. Не секрет, пандемия коронавируса не обошла стороной многие предприятия и ведомства. Служба ЖКХ не исключение. К примеру, специалисты котельного хозяйства ко многим необходимым манипуляциям приступили относительно недавно. Улица Краснознаменная, 9 – это один из трех адресов, где сегодня ведутся работы по замене тепловых сетей. В целом, с июня их реанимировано порядка 7 километров. Префлактические работы прошли на 7 котельных, обследованы 82 километра подземных коммуникаций. «Задачи, которые нам поставлены, мы выполним. Доведено ежегодно нам замена порядка 12,5 километров тепловых сетей. На данный момент уже выполнена замена тепловых сетей где-то 6,9 километров. В городе ведутся работы на трех объектах. На данный момент меняется, идет замена на сетях порядка 650 метров. Это вот на данном объекте, на улице Высокой, на Луцкой. То есть сразу же замена идет сетей на нескольких объектах». В следующем году появится новая котельная по улице Инженерной, 17. А в конце лета этого года начнет работу новая система канализации на улице Карла Маркса. Сегодня на участке дорожного полотна в историческом центре города ведутся активные работы. Здесь проложат 800 метров новых коммуникаций. С инженерной точки зрения работа предстоит непростая. Разделена на три этапа. Промывка, исследование коммуникаций с помощью работы технического комплекса и сама замена. Самым интересным будет второй этап. И вот почему. «Включает в себя камеру, которая будет так же само опускаться в колодец. Она будет ехать, перемещаться по трубопроводу и передавать сигнал, картинку наверх. То есть в принципе мы каждый, можно сказать, сантиметр данной канализационной сети просмотрим, где нам больше придется усилий потратить на ее перекладку, где меньше. Ну, в общем, как говорится, глубина 4,5-5 метров. Никто не знает, что там. 37-й год постройки. Поэтому все будет постепенно, поэтапно, в общем, планомерно будут производиться работы по перекладке». Между тем, специалисты Брест-ВД-Канала уверяют, на протяжении полутора месяцев жители ближайших домов никаких неудобств не испытают. Система канализации будет работать в обычном режиме. А вот автомобилистов и пассажиров общественного транспорта просят войти в положение. Троллейбусы 1, 3, 4, 8 временно не будут заезжать на автовокзал. Маршруты с 15 июля по 28 августа будут укорочены. Разворот будет осуществляться через конечную Свердлова. «Работы будут делаться поэтапно, по участкам. Начинаем мы от Мицкевича и до улицы Пушкинской. Потом идем выше от Пушкинской Гоголя. И уже последний этап – это будет от Мицкевича до Орджоникидзе. В принципе, весь центр построен был аналогично от улицы Карла Маркса. Это 1935-1937 год. В принципе, все коммуникации там находятся, мы так думаем, в таком же состоянии. Но в связи с тем, что мы не можем раскопать весь город и сделать одномоментно, все, поэтому будет это проводиться поэтапно». Работа не из простых, но трудиться в красоте всегда легче и приятнее. То, что Брест – город цветочный, цветущий, красноречиво говорит деятельность специалистов коммунальника, которые начинают кампанию по высадке цветов еще ранней весной. Но их примеру следуют и горожане, наводя красоту возле своих домов и озеленяя прилегающие территории. «Надо держать руку на пульсе», – говорят неравнодушные брещане и брещанки. «Любой дом начинается с порога, поэтому наш порог должен быть красивым, тогда и наш дом тоже будет сиять чистотой и красотой. Потому что красота созидает, и все, ну, я не знаю, мне кажется, нет человека, которому не нравятся цветы. Да, может быть банально, но красота спустит мир на самом деле. Нам это дело очень приятно, мы это делаем с удовольствием». «Благоустройство придомовых территорий с каждым годом становится все более популярным и все более модным. И это как цепная реакция. Одни жители начинают собственноручно что-то делать, другие подхватывают и становится тем самым наш район еще более краше. И, наверное, основная масса, более 80-90% наших всех организаций-собственников, кооперативов ведут свою территорию, содержат ее действительно так, чтобы было приятно посмотреть. У нас еще проходят конкурсы благоустройства, озеленения, краски Бреста. И в рамках этих конкурсов мы отмечаем самых лучших и, конечно, вручаем им памятные подарки и денежные призы в том числе». Люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни. Полные сил, энергии, энтузиазма. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о важном. Практика проведения электронных торгов в Брестской области будет расширена. На июль сформированным комитетом Брест обл. имущества перечня числится 40 неиспользуемых зданий и сооружений, 27 из которых выставлено на электронную платформу. Сейчас это своего рода эксперимент. А если предложенная практика докажет свою эффективность, то электронные торги станут более масштабными. В целом в регионе и в городе, в частности, на учете для реализации находится большое количество объектов, ожидающих свой спрос со стороны бизнеса. Анастасия Ноздрин-Плотницкая продолжит тему. Представителям Бресту было имущество практически всегда есть, что предложить тем, кто хотел бы начать свое дело. Работники комитета не только занимаются обработкой информации, но и консультируют по актуальным вопросам реализации квадратов. И все больше посредством интернет-коммуникаций. Практика электронных торгов становится шире. И для этого есть все основания. Экономия времени, снижение личных контактов, что немаловажно в условиях пандемии. К тому же электронные торги по своей результативности не уступают, а нередко и превосходят обычные аукционы. Да, это расширение поэтапное, плавное, тех начал, которые были уже на протяжении нескольких лет. В те годы мы выбирали объекты для продажи на электронных торгах. Ну а учитывая вот те события, которые связаны с эпидемиологической ситуацией, для снижения личностных контактов, для расширения, в первую очередь, возможностей большего круга участников, мы стараемся сейчас выставлять на торги массово именно электронные. Это позволяет сократить, в первую очередь, исключить возможность движения участников торгов в одно место, в частности, обл.исполком, для подачи документов для участия в торгах. Для подачи документов достаточно прибыть в любое из фериалов биржи, которые есть в каждом областном центре, либо в Минск. А для участия в торгах достаточно иметь дома компьютер. Быть или не быть электронным торгам покажет время и спрос. Сегодня среди предлагаемых площадок есть даже объекты в центре города. На небольшой улице Островского их целых два, причем в шаговой доступности от городского Арбата, улицы Советской. И такие достаточно интересные предложения есть в разных уголках региона, порой даже за чисто символические деньги. Информация о реализуемых объектах размещена на сайте обл.имущества. Стартовая цена на объекты начинается с одной базовой величины. Среди эксклюзивных объектов можно отдельно обозначить бывшее здание суда Московского и Ленинского района города, расположившееся на углу улиц Ленина и Ливаневского. Реализацией объекта занимается городской центр по управлению недвижимостью. Просторные площади здания, построенного еще в польский период, могут стать неплохим бизнес-центром. А небольшая постройка во внутреннем дворике – хорошей альтернативой для уютного кафе. Аукцион по продаже права аренды объекта недвижимости, находящегося в собственности Бреста, пройдет уже совсем скоро. Цена за один квадратный метр аренды этого помещения – 7 рублей 61 копейка. Здание имеет все сети коммуникаций – электричество, водоснабжение, канализация, отопление. 21 июля 2020 года это здание будет выставлено на аукционные торги. Предметом аукционных торгов является право заключения договора аренды на это здание. В аренду предлагается здание все целиком. Вы понимаете, здание по площади достаточно большое, имеет 4 этажа плюс подвал. Свои участия в аукционе потенциальные арендаторы еще могут заявить. Объект достоин внимания, но вместе с тем и ремонта. К сожалению, не все помещения можно использовать в полной мере. Ознакомиться со всеми выставляемыми на аукцион зданиями можно, обратившись на официальный сайт городского центра управления недвижимостью. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Павел Молшонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. В следующем материале программы «Итоги недели» предлагаем вам обсудить довольно обычные, но, возможно, не всем известные вещи. О которых, кстати, все мы знаем, но как-то не вникаем. Можно сказать, что мы в большинстве не особо грамотны финансово. Попытаемся повысить эту грамотность. Так вот, предположим, вы имеете акции предприятий и облигаций, но не знаете, как ими распорядиться. Ведь ценная бумага, а именно к таковым они и относятся, должна приносить какую-либо прибыль, а не пылиться в шкафу. Для этого существует биржа – площадка, на которой совершаются операции, покупки и продажи ценных бумаг по определенным правилам. Но сам человек не может просто так получить доступ к бирже. Этим занимаются профессионалы. И в Бресте есть таковые. Это специалисты предприятия «Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр». Об их работе – следующий материал программы. Валютно-фондовая биржа. В большинстве своем мы представляем какое-то огромное здание в Америке, или в Токио, или в Москве, где толпа мужчин и женщин в деловых костюмах. Представители разных компаний кричат, смотрят на экраны с графиками, что-то покупают или продают. Но это не совсем так. Или вообще не так. Участником торгов может быть каждый из нас, имеющий ценные бумаги, акции или облигации, которые есть желание куда-то или во что-то вложить, купить, продать. В нашей стране такая площадка одна – Белорусская валютно-фондовая биржа, поясняет директор государственного предприятия «Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр» Наталья Бенкевич. Согласно гражданскому законодательству, ценная бумага является имуществом, движимым, которое является предметом различных сделок. Достаточно сказать, что сделок очень много. Но самыми распространенными будут являться сделки купли-продажи, дарения, мены, перехода права собственности по наследству. То есть это могут быть акции, это могут быть облигации, это могут быть векселя. Согласно действующего законодательства, все сделки на организованном рынке совершаются при участии профессионального участника рынка ценных бумаг. Таковым в Брестской области является государственное предприятие «Межрегиональный депозитарно-клиринговый центр», созданный в 2007 году. Предприятие динамично развивается, имеет на депозитарном обслуживании порядка 200 юридических лиц и 34 тысячи акционеров. Занимает шестое место в рэнкинге депозитария в республике. Начнем с того, что депозитарий – это юридическое лицо, осуществляющее учеты хранения ценных бумаг акционерных обществ, заключивших договор на депозитарное обслуживание. Таким образом, для того, чтобы зафиксировать право на ценную бумагу, необходимо иметь счет ДЭПа, открытый в депозитарии. Роль депозитария в процессе совершения сделок с ценными бумагами велика. Человек может продать или купить их, но просто так получить доступ к бирже нельзя. Покупкой и продажей ценных бумаг занимаются профессионалы-брокеры, в нашем случае специалисты межрегионального депозитарно-клирингового центра. По сути, это компания-посредник между продавцом и покупателем, к которому физическое лицо может обратиться, чтобы открыть свой счет на бирже. Для того, чтобы акционеру продать свои акции, ему необходимо обратиться к нам в депозитария для заключения договора и непосредственной продажи депозитариям, то есть профессиональным участникам рынка ценных бумаг, его акций через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Для того, чтобы понять, имеются ли спрос на ваши акции, можно выставить заявку, опять же, при участии профессионального участника рынка ценных бумаг. Вы обращаетесь в наш депозитарий, мы выставляем заявку на биржу и выявляем спрос и предложение, так называемая индикативная заявка, котировка. Я хочу понять, оно ликвидное или не ликвидное, данное имущество, имеющееся у меня ценная бумага, она ликвидная или нет. Для того, чтобы понять ликвидность слова, это значит доходность, тождественно. Я выставлю ее на биржу, данную заявку, и пойму, увижу, откликнутся ли люди. Таков же алгоритм действий в случае желания обладателя акций подарить или передать на следство эти ценные бумаги. Именно в депозитарии оформляется переход права собственности. Сегодня многие люди и юридические лица являются держателями ценных бумаг, даже не подразумевая, что на них можно заработать или хотя бы попробовать это сделать. И что важно, не имея четкого понимания, что это за имущество и какими правами и обязанностями наделяется акционер. Отдельным пунктом хотелось бы отметить права акционеров. Каждый акционер имеет право на участие в общем собрании, на получение прибыли в виде дивидендов, на ознакомление с документами предприятия и другими немаловажными правами, которые определены в законе о хозяйственных обществах Республики Беларусь. Также немаловажным значением имеют обязанности. Если акционер не уведомил депозитарий об изменении своих анкетных данных, в частности паспортных данных, он не реализует свое право участия в общем собрании, получение прибыли в виде дивидендов и других прав, предусмотренных законодательством. Не реализуем обязанность, не получаем прав. Решать, конечно, вам быть или не быть активным игроком на бирже или подарить свои акции и облигации близкому человеку. Проф. участники рынка ценных бумаг будут вашими надежными партнерами в таком сложном вопросе. Адрес Межрегионального депозитарно-клирингового центра Брест, улица Советская, 46, офис 84. Мы продолжаем. В городе над Бугом существует масса возможностей для реализации своего потенциала. Что важно, сделать это можно в любом возрасте. Помогают в этом различные студии и объединения по интересам. В Брестском театре кукол работают творческие люди, а потому делом чести для них стало создание площадок, на которых смогут реализовать свои таланты не только дети, но и люди постарше. Настоящие мастера своего дела начнут преподавать хореографию, эстрадный вокал, воздушную гимнастику, актерское мастерство, изобразительное искусство и дизайн. Это плюс к двум уже работающим вокальным студиям. Журналисты Буг ТВ на смену профессии пока не решаются, хотя талант перевоплощения присутствует, но записаться в студию актерского мастерства подумывают. В скором времени в Брестском театре кукол пройдет презентация возможностей. Брестский театр кукол – настоящий дворец творчества, которому под силу реализовать любые таланты брещан. А потому педагоги, актеры и сотрудники театра решили создать на его территории площадку, где проявить и развить свои творческие способности сможет каждый, вне зависимости от возраста. Еще на этапе завершения строительства Брестского театра кукол было принято решение, наряду с основным видом деятельности и театральным искусством, развивать другие творческие направления. Долго ждать не стали. Все началось в 2019 году, когда на базе театра открылись и начали свою работу две вокальные студии. Уже с началом театрального сезона, 57-го театрального сезона, в сентябре, мы начали реализовывать вот эти намеченные планы руководством. У нас открылось две студии вокальные. Студия Starway и вокальная студия под руководством Татьяны Гребень. Вокальная студия, где занимаются дети с 4 до 18 лет, а также взрослые, работает на базе Брестского театра кукол более 10 месяцев. С сентября нынешнего года планируют, кроме проведения индивидуальных занятий, набирать их группу. Под чутким руководством преподавателя занятия проводятся в такой форме, что приходить сюда хочется снова и снова. Распевки, упражнения для развития речевого аппарата, репетиции и многое другое не становятся сухим образовательным процессом, а поглощают творческую натуру полностью. А потому все, кто пришел в студию однажды, остался ее поклонником до сих пор. Все дети остались, у нас индивидуально я со всеми занимала, как тенцов пестовала и воспитывала в них творческие какие-то свои нотки, потому что каждый ребенок, это как мой творческий ребенок, поэтому я очень к ним относилась как мама, скажем так, и поэтому все дети со мной, их сейчас, наверное, где-то 25, но они индивидуальные, у нас не группы были, а сейчас будут побольше набираться, приходите к нам. Если ваш ребенок любит и не стесняется петь, то среди таких же творческих малышей ему будет комфортно и интересно, ведь кроме получения дополнительного образования у опытного педагога выпускницы Российской Академии Музыки имени Гнесиных, здесь можно раскрыть свой талант в полной мере. Возможности для этого предоставляются. 12-летняя Милана пришла в вокальную студию совсем недавно. Всего пару недель хватило, чтобы эти занятия стали самыми любимыми и долгожданными для нее. Моя мама узнала о студии и передала мне эту информацию, и я очень давно хотела заняться индивидуальным вокалом. Наш преподаватель очень хороший, как наша мама. И пока в Брестском театре кукол развивают свои творческие способности только дети, с открытием новых студий и взрослых тоже появится возможность найти что-то по душе. Новые направления, которые начнут функционировать с сентября нынешнего года, удивляют не только своим разнообразием, но и педагогическим составом. Здесь к выбору наставников подходили с особым трепетом. Работа велась уже на протяжении года. Мы занимались подбором руководителей. Это тоже очень сложная задача, потому что на сегодняшний день найти грамотного, квалифицированного педагога – это большая задача. Но мы с ней справились. Сегодня у нас педагоги работают с огромным стажем работы и с хорошей репутацией. Особое внимание уделено студии воздушной гимнастики под руководством Жанны Павлусь. Педагог, который 15 лет своей жизни отдал цирку, сможет влюбить в это непростое дело каждого. В городе над Бугом такое направление в новинку, а потому и подготовка к открытию серьезная. Цирки будут приходить с 6 лет, независимо от их уровня физической подготовленности. Это наша уже задача, моя задача непосредственно. Мы будем осваивать различные элементы, переносить их на воздушные реквизиты. То есть это и на полотнах, и на ремнях воздушных, и на воздушном кольце. Студия подходит как для девочек, так и для мальчиков. Вначале мы учимся ползать. Как правило, детские ручки, они не подготовлены к нагрузке. Мы нависаем. Это висики, это где-то вниз головой попробовать ножки закинуть. У кого-то пойдет, кто-то боится высоты. То есть у кого-то пойдет преодоление страхов, изучение чего-то интересного, нового. Рассказать подробнее обо всех студиях нам не удастся. С этой задачей лучше всего справятся сами преподаватели на закрытии театрального сезона, который состоится 26 июля. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Лето – это маленькая жизнь, прожить которую всегда хочется ярко и интересно. Хорошая погода благоприятствует тому, чтобы посвятить свое свободное время занятиям для души. И это не обязательно что-то экстремальное. Скорее, это то, что приносит истинное удовольствие. От поездок и путешествий до завтраков на террасе под утреннюю трель птиц. Завершить наш субботний итоговый выпуск мы решили не совсем стандартно и приготовили для вас топ интересных, доступных и даже вкусных развлечений, которые сделают несколько свободных летних дней самыми запоминающимися. Всю неделю собирала рецепты удовольствия Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Никто не будет спорить с тем, что лето – это самая классная пора для отдыха и развлечений. И если покорить морские курорты в этом году не удалось, то почему бы не провести время весело и интересно в родном городе? Тем более, что для этого есть большое количество возможностей. Центр притяжения горожан в эти жаркие дни – просторная набережная, чье преображение продолжается уже не один год. Из зеленого дендрария со временем она превратилась в уютный проспект, где учтены интересы каждого отдыхающего. Водная гладь – для ценителей прогулок на теплоходе. Отдельная зона – для пеших туристов. Велодорожки – для любителей гироскутеров, электросамокатов и даже скейтов. Открыть для себя что-то новое никогда не поздно. Люди приходят, гуляют, в фонтане купаются. Как бы людей стало побольше гораздо. У нас есть и сегвеи, и самокаты. Кому как, детям, наверное, больше на сегвеях нравится кататься. Взрослые любят на самокатах, любят ездить в Брестскую крепость, например. Еще куда-нибудь берут надолго. Нравится всем. Машинки есть, картин. Дети тоже обожают кататься. Поэтому, если скорость вас все же влечет, отпустите страхи и рискните стать на новый вид транспорта. Тем более там, где это реально безопасно – вне бордюров и проезжей части. Представить лето без мороженого, наверное, просто невозможно. Продавцы открытых павильонов предлагают около десятка разных видов. По доступной цене за один раз можно взять сразу несколько вкусов. И открыт для себя рай прохлады и свежести. Мороженое разное. Есть чисто белое, шоколадное, с разными вкусами, наполнителями. А что, вот какое, наверное, больше всего спрашивают? Ну, если дети, то в основном берут баблгам, это со вкусом жвачки. А если взрослые, то в основном ром-изюм. От сладкого к пенному. Что, подумали вы, пусть останется за кадром, а мы расскажем о квасе. Сегодня в городе его реализуют из нескольких десятков бочек. Причем как в центре, так и на окраинах Бреста. Свежий и ароматный напиток отлично бодрит и освежает. А еще его одинаково любят и взрослые, и дети. В этом году у нас в городе 20 площадок по продаже хлебного кваса. Расположено на городских землях. И две из них, принадлежащие Брестскому рынку. Что говорить о объемах? Сегодня, значит, у нас сезон благоприятной теплой погоды начался примерно где-то 10-11 июня. И реализовано 45 тысяч литров кваса. Легкий способ вкусно охладиться в эти дни – приготовить мохито. Простой рецепт, минимальное количество ингредиентов и отличный вкус. Кстати, в барной карте мохито впервые появился еще в далеком 1931-м. Считается, что именно этот напиток вдохновлял известного Эрнеста Хемингоя на создание великих литературных шедевров. Сегодня параллельно существуют его две версии. Мы же приготовим безалкогольную. В стакан выжимаем сок из половинки лимона. Стараемся сделать это максимально качественно. Далее кладем на дно веточки мяты и после заливаем сладкой газировкой. Для придания коктейлю изыска добавляем лед. А в качестве украшения крепим на стакан лимонную дольку. Наш напиток готов. Бодрых и вкусных выходных вам желают Анастасия Ноздрин-Плотницкая, ПЛ Малошонок, Александр Воронин и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели на Бук ТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Ирина Кузьмич, желаю вам добрых новостей в ваших домах. И, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok